Самый креативный комментарий попадет в видос Йович, Криспаны говорят, что достаточно увидеть первые 5 секунд видоса, чтобы понять о ком или о чем идет речь Так вот, ролик, который я сегодня покажу вам, я пересматривал несколько раз, чтобы понять, все ли хорошо в Японии Итак, Япония, какой-то из курортов, куда приезжают отдыхать после того, как собрали миллион айфонов в подвале В курорте есть все для отдыха и даже больше Больше это в моем понимании ванна, в которой тысячи литров, пока не определился чего И первые минуты не дают понять, что это за черная жидкость Вот, допустим, если пересматривать этот фрагмент Я не сразу пойму, что это какао-бобы Это, скорее всего, похоже на какой-то фетиш Есть уринотерапия, а есть калотерапия Представьте, вы встречаете на курорте девушку, которая рассапливает ваше сердце, как солнце-айсберг И тут она вам заявляет Ты покакаешь на меня? Что? Ты покакаешь на меня? Да без б, давай руку Хочу, чтобы ты был первым На канале уже есть один ролик, где я рассказывал о самом странном японском шоу Когда парень поет и ему мастурбируют Можете глянуть, он на канале Поэтому, когда я увидел кадры, где толпа людей сидит в ване с черной субстанцией Я бы не удивился, что это новое ток-шоу С другой стороны, можно предположить, что это презентация нового альбома Какого-то рэпера, которого, ну, еще никто не знает И все его поклонники пришли на релиз Ух ты, новый альбом, сколько треков Этот альбом превосходен Как-то раз мой телефон упал в воду, но не утонул Наверное, потому, что в моем плейлисте находятся все песни этого исполнителя Пока не забыл, Криспена, я очень благодарен вам за то, что нас уже целых 50к Это не настолько много, как жителей в Японии, но стремиться есть к чему И когда на канале будет 100к, у меня есть хороший подарок для всех подписчиков И поверьте, он вам понравится Поэтому зовите своих друзей, пусть тоже подписываются А потом зовите родителей, пусть они делают репост в Одноклассники А потом зовите бабушек, и пусть они рассказывают о канале на лавочке во дворе М. Маркетинг Итак, возвращаемся к Ване с говном Вот этот фрагмент у меня вызывает подозрения Наверное, все мы знаем, что шоколад, если в нем искупаться, остается на теле Он не совсем по плотности, как вода Он больше похож на сгущенку, которая плывет, обволакивает и так далее Тут же нихера подобного И тогда вопрос к организаторам вечеринки Мы используем современные технологии Снимаем и... Действительно технологии, и даже запаха нет Знаете, недавно мне прилетело предупреждение на роли, где я рассказывал о лице Олега Брейна Якобы тот, кто является владельцем документа, который я показал Подал заявку на блокировку видосу А вслед за этим мне прислали предупреждение, что ролик японской караоке содержит запрещенный контент Хотя видосы я эти брал с ютуба Так вот, я не удивлюсь, если этот ролик тоже попытаются заблочить Ведь то, что на лице у японцев не совсем похоже на шоколад Поэтому криспанные зрители, которые только что пришли Давайте все дружненько возьмем и нажмем на здоровенный палец вверх под видосиком Чтобы ютуб посмотрел на лайки и понял, что я не какой-то там олигофренд, даун или придурок Чтобы он увидел и понял, что эти видосы реально нравятся зрителям И чем больше лайков будет, тем больше у меня шансов оспорить все жалобы, которых уже ой-ой-ой Вот сейчас все точно скажут, что это шоколад Ну, какой придурок будет радоваться, когда на лицо наливают кал, ну согласны, да? И тут же я могу с вами поспорить На самом деле топленый шоколад очень горячий Если шоколад холодный, значит он быстро затвердевает Есть два варианта Первый, шоколад горячий, парни терпят, чтобы не казаться чмошниками перед бабами Второй вариант, это не шоколад Сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду Самое лучшее подтверждение моей теории, это, конечно же, факты И вот один из фактов, это лицо ребенка Ну, говорят же, что дети не умеют обманывать Посмотрите на его лицо В глаза посмотрите Неужели, если бы вам предложили столько шоколада, вы бы отказались? Да его взгляд так и пытается нам сказать Господи, за что? Я ведь просто хотел стать майнкрафтером Дорогая, у нас закончилась туалетная бумага У нас же дети есть Ладно, конечно же, ролик несет юмористический характер Поэтому оскорблять я никого не хочу Скорее всего, это шоколад Скорее всего, это просто отдых Скорее всего, это просто... Покакаешь на меня? Чуть не забыл Давайте представим, что в этот бассейн попадут русские туристы Ну, знаете, как эти ребята Ничего можно ожидать Самое обычное, это, наверное, людей с тазиками и баклажками Которые будут наполнять емкости Ведь шоколад халявный Самое страшное, это... Надеюсь, вам понравился выпуск и вы улыбнулись Ведь когда кто-то из вас смеется или улыбается, я это чувствую Поэтому, если я прав, то давайте вы нажмете на «Мне нравится» под видосом и подпишитесь на канал Ролики выходят очень часто, почти каждый день Поэтому скучно нам с вами не будет Для подписки достаточно просто нажать на вот эту картинку и все А если вы уже подписаны, то не забывайте нажимать на колокольчик До завтра, я в Японии Субтитры сделал DimaTorzok